Сегодня отмечают удивительный день, но каждый год этот праздник отмечают и неверующие, но правда каждый по-своему. Наверное, сегодня в каждом гипермаркете нашей страны, и не только. Давайте посмотреть. ПОДПИШИСЬ! Ну, мы это сделали. Мы сделали все наши рождественские покупки. Слушай, а мы точно все купили? Ну, мы позаботились о твоих родителях, и о моих тоже, о твоих братьях, твоих сестре, и о моем брате и твоей сестре. А что мы купили от твоей племянницы? Купу, которую ты сбросил, еще не помнишь? Помню. А моему племяннику? Машинку с открывающимися дверцами. Ну, а что ты купила мне? Не скажу. Ладно, уже и так Рождество сходил. Что у нас еще на сегодня было запланировано? Так. Мы обедаем с моими родителями, потом открываем подарки, ну и после всего на вечеринку к твоим друзьям. Ого! Утром дарим подарки друг другу, потом завтракаем от твоих родителей, обедаем с моими и едем еще одну на вечеринку к моим друзьям. Да. Что-то не так? Представь себе, сам не могу понять. У меня такое чувство, будто мы что-то забыли. Слушай, мы все фильмы посмотрели, которые хотим? Мы смотрели иронию судьбы вчера вечером, один дома неделю назад и рождественские каникулы, запланированные у нас на завтра после завтрака. А этот новый мюзик? А его показывали вчера, когда тебя не было дома. Но я записала его на видео. Классно. Но у меня все равно такое чувство, будто нам чего-то не достает для этого праздника. Интересно, что бы это могло быть? Гирлянда. Гирлянда. Ну, наконец-то мы дома. Все купили, все успели. Мам, а что такое рождество? Ну, как это что? Это праздник. А какой это праздник? А, большой праздник. А что вы тут праздник делаете? Я не помню точно. То ли яйца красят, то ли калачи. А разве-то так важно? Да, я не хотела дождать. А знаешь что, солнышко? А пойди как папа. Он у нас человек образованный. Он точно должен знать. Папа. А что такое рождество? Ой, дождь. Ты быстро вырос и уже такие вопросы задаешь. Я так и знал, что придет время рассказать тебе о том, как ты родилась. Постой, ты не про то. Все мазарки покупают, готовятся. А что такое рождество? Ну, это... Это как идеология такая. В наш век компьютерных технологий... Постой, не ответь, не про то. Все готовятся к вашему празднику, но просто так же. Давай... Давай сделаем так. Я подумаю. И потом тебе все расскажу. А сейчас лучше пойди посмотри, кто там пришел. Открой дверь. Лена, как хорошо, что ты пришла. А то у меня в этой неделе еще никого из класса не было. Давай, чайки, не болтайся. А ты откуда вошла? Я шла в церкви. Мы там в стенку к Рождеству готовы. Вот. И вы готовились. Может, хоть ты мне расскажешь, что такое рождество? Конечно. С удовольствием. Рождество — это как день рождения. У тебя, у меня, у каждого из нас есть этот день. А в этот день родился наш Испаситель, любимый Иисус. Мне нужны подробности. Я сама хочу понять, что такого важного произошел в этот день. Это было давным-давно. Более двух тысяч лет назад. Пришло повеление от кесаря Августа о переписи населения по всей семье. И пошли они в большие города. И пошли в оси с моей. Далеко они. Им было опасно путешествовать, так как они ждали ребенка. Настало время Марии родить. И родила она Иисуса с Филинала и положила в ясе. Я ведь ясе. Это же кормушки для животных. Не оказалось своих мест в гостинице. Пришлось им оставаться в плеву с животными. Они подалеку от них были пастухи. Они охранялись своих стаданий. И вдруг появился ангел и говорил. Не бойтесь, мы восхищаем вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне в городе Давидово родился Христос Спаситель, который и есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете его в пеленах лежащего в яслях. И сказали пастухи, пойдем и посмотрим. И увидели ангел и Марию Иисуса и Иосифа. Ты будешь. Ну, посвящай. А мы не с этим были. Да, ты молодец. Ему при святом тоже были. Они, увидев младенца, возрадовавшись, подарили ему подарки. Ладан, золото и смирну. Представляю, как все радовались. Да, но не все. Были такие, как царь Ирак. Он, узнав о младенце, испугался, что может лишиться своей власти. И приказал убить его. Ну, сейчас вы такого не допустили. Сейчас все радуются рождению Иисуса. Да, это большой праздник, но еще не все пели куста в свое сердце. Мы будем молиться за них и за себя. Приглашаю тебя в церковь. Хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok